здорово девчата и братюни проснулся сегодня 8 часов утра вчера предварительно вызвал машину чтоб меня доставили до подножной горы ремель сегодня проснулся собрался забрал с собой носки запасные туалетную бумагу жатву водичку ну вот сел уазик заплатил ему полтора косаря я помню провел 20 минут может чуть больше 25 доехали мы по бурагам по лужам ну на седане до отсюда точно не доехать но она джипе вполне возможно вот у меня довез теперь иду полтора километра сказали идти до поста там регистрация и уже на саму гору вот такие вот пироги сюда доехал на машине потом поднимусь на само на самый ремель и обратно пойдут до тюлюка пешком но если уж вообще подкосит то можно вызвать машину и они тебя тоже за полторы тысячи заберут ну не дешевое удовольствие но тем не менее что делать вот такие вот печеньки дойду до поста сниму следующую часть сейчас покажу как как с другой стороны вот эта тропинка она ведет к ремелью аллея березовая вот тут бревна можно увидеть торчат это сказали раньше был лагерь весоругов рубили лес и вот сделали такую дорогу вот тут кемпинги есть по дороге ну как кемпинги остановки ну все всем пока до новой контрольной точки здорово девчата и братюни еще раз прошел я пост регистрации меня объяснили все правила технику безопасности куда нужно идти как нужно идти каким информационным указателем следовать сказали белая красная полоска твоя все остальные цвета лучше не ходить это не для чайника подъем я вам скажу даже до поста занимает минут 30 и нифига он не легкий все равно в гору идти для бывалых наверно это расплюнуть на для меня уже так скажем испытания сейчас я вам покажу что за белокрасные полоски вот такие белокрасные полоски нанесены на деревьях за ними нужно идти опа вот какую-то чучело попалась прикольная тропинка в горы не горит есть и горит будет облако не пугайся кругу как уходах еще облако ну типа ты в горах может облаком накрыть такого так таким эффектом меня еще не накрывала все всем пока до новой контрольной точки или красивого места на входе в парк был написано что на гору и ремель надо принести камешек пока мы находимся у подножья горы не на самой горе сейчас бы сейчас буду искать камешек чтобы положить туда якобы сбудется желание ну я в это не очень верю но если мое желание сбудется я буду совершенно не против вот камешек вполне нормальный найду ручеек вот я слышу уже ручеек камешек помоем будем его оберегать по еще раз ну вот первый указатель 6 километров значит прошел я один километр ну такие вот пейзаж один и тот же еле сосна которые уже иголки отмирают вот такие похоже это примерно на фильмы и сказок осталось только найти бабу ягу который здесь живет и от которой мы будем откупаться такие вот печеньки тут показывать больно нечего тропа и тропа осталось 6 километров время время 10 07 вышел из дома в 9 часов но доехал получается но у айзики до поляны от поляна полтора километра до поста и уже один километр я так полагаю прошел ладно до новой контрольной точки здорово девчата и братью не еще раз вот новая контрольная точка контрольная точка это камня я так понял по нему полагаю здесь когда-то был обвал горы это было очень давно вот всем хом уже заросло давно но не настолько как говорится да только вот начинает начинает покрываться мхом еще через несколько в тот лет на на этом все уже начнут расти какая-то растительность потом деревья и еще спустя там одну тысячу лет уже этих камней уже видно не будет я не думаю что это был очень давно меняя свое мнение на лету ну потому что видно вот тут вот такие камни там он уже мхом заросло сейчас поближе подойду вот снег лежит текет ручей ему я подобраться наверное не смогу что воды набрать и снова снег вот видите на этих камнях уже растительность произрастает он даже елочки уже пытаются расти на камнях вот он чудо природы все зарастает природа всегда побеждает если случится апокалипсис потом все зарастет даже от многоэтажных ничего не природа все поглотит вот дорога туда кремелью а слева вот тут видать к тому ущелью где и был когда-то обвал сейчас мы туда поднимемся вот этот эпицентр сожалению здесь кто-то умер не будем а грустным вот люди гады блять не могли все сжечь проход запрещен заповедник я тут видел ручей сейчас мы помоем камень и пополнен запасы питьевой воды еще раз показываю вон гора наверху ну вот ручеек сейчас мы все сделаем то что захотели сделать было фьюсти будет ручей фьюсти то слишком уж приторная все набрали сейчас будем мыть камешек в камнях не разбираюсь но мне кажется это мрамор ну или очень похожая на мрамор так и назовем мраморный ручей вот наш камешек и ручей фьюсти готовы к походу ну и что мы тут долго задержались двигаемся дальше время 10 18 время без забот тихо опустилась за горизонт а за ним и новый снежный ком делами накрывает с головой слышишь время без забот будем вспоминать тебя через год из автомобилей ради вцу напомнят нам о том что